Досмотри это видео до конца, используя полученную информацию, и ты научишься отжиматься на брусьях намного, намного больше. После моего предыдущего видео я получил огромное количество комментариев с вопросом о том, можно ли использовать универсальный способ увеличения подтягиваний для того, чтобы увеличить количество отжиманий на брусьях. Если говорить коротко, то да, можно. До определенного момента. То есть, если ты сейчас делаешь 10-20 отжиманий на брусьях, а хочешь делать 30-40, то в принципе ты можешь использовать универсальный метод, и он даст тебе результат. Но если сейчас ты делаешь 30-40 отжиманий, а хочешь делать 50-60-80-100 отжиманий на брусьях в одном подходе, то нужно тренироваться совсем по-другому. И сейчас я объясню тебе как. Твоя тренировка максимума на брусьях будет состоять всего из одного подхода на максимум. Вот это поворот! Который будет в свою очередь состоять из двух частей. Первая максимум нон-стоп, а вторая максимум с паузами по 5 секунд. Сейчас покажу, как это выглядит, а затем объясню, как это работает. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вообще-то я хотел сделать 40 повторений на этом видео, чтобы показать, как все должно быть. Но в районе 35-го почувствовал не очень приятные ощущения в левом локте и решил, что остановлюсь. Это лучше, чем получить травму, снимая видео. И, кстати, как можно заметить, я делал в низкой амплитуде, насколько я могу ее делать. То есть я всегда старался опускаться ниже 90 градусов и вообще как можно сильнее растягивать плечи. Это дополнительный совет. Тебе, если ты хочешь увеличить максимум, не знаю зачем, то всегда делай в полную амплитуду. То есть подтягивания, отжимания, приседания, все делай в полную амплитуду. Потому что потом, когда ты захочешь сделать где-нибудь максимум, где можно будет не в полную амплитуду делать, а, скажем, отжимание на брусьях только до 90 градусов, то ты просто легко себе добавишь 5-10, а может быть даже и 15 повторений, просто за счет того, что ты привык делать глубже и тратить на это больше сил. А сокращенная амплитуда позволит тебе делать быстрее, легче, и ты сможешь увеличить количество. Вот. Такой небольшой дополнительный совет. Ну а теперь вернемся к главной теме. Итак, когда ты хочешь увеличить свой максимум в отжиманиях на брусьях, то ты столкнешься с целой серией различных препятствий. Препятствие первое – эмоционально. Когда ты делаешь много повторений, то тяжело заставить себя выкладываться на максимум в нескольких подходах. Одно дело, когда ты подтягиваешься 10 раз, и тебе надо потянуться 5 подходов, скажем, по 10, да, или на максимум. Здесь ничего сложного. Ты не устаешь от этого эмоционально, ты не перегораешь. С другой стороны, когда ты делаешь 40-50 отжиманий на брусьях, и тебе надо сделать таких подходов тоже 5. Это очень тяжело. Это очень скучно, и это очень тяжело. Поэтому, чтобы решить проблему эмоций, чтобы не перегорать, не уставать от тренировок, мы ограничим одним подходом. То есть ты делаешь на тренировке брусьев на максимум, для достижения этой цели всего один подход. Но он должен быть на максимум. В нем ты должен выложиться на 100%. Не просто ты должен слезть с брусьев, когда ты устал. Нет. Ты должен дойти прям до дрожи в мышцах, до дрожи в руках, когда ты уже не можешь держаться на руках. Из-за этого должен слезть. Момент номер 2. Если ты хочешь увеличить количество отжиманий на брусьях, то в первую очередь тебе нужно увеличивать количество отжиманий нон-стоп. Вот так же, как я сделал первые 30 нон-стоп, нужно делать их не 30, а на максимум. Почему? Если говорить коротко, то в твоих мышцах находится энергия. Энергия находится в виде АТФ. Каждое повторение расходит эту энергию. Частично она восстанавливается, когда ты стоишь на прямых руках, но ее недостаточно восстанавливается. Поэтому с каждым повторением ее становится все меньше, 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 меньше. В какой-то момент у тебя АТФ в мышцах заканчивается. Для того, чтобы твой организм начал наращивать количество первоначальной АТФ в мышцах, в клетках, тебе нужно дать ему запрос на это наращивание. И именно вот эти вот отжимания нон-стоп создают такой запрос. Чем больше ты будешь делать отжиманий нон-стоп, тем больше организм будет понимать, что ему нужно увеличивать запас АТФ, чтобы справиться с этой работой. Поэтому от тренировки к тренировке увеличивай количество повторений нон-стоп. Хотя бы на одно повторение, хотя бы на два повторения, но важно это делать. Момент номер три. Выносливость или силовая выносливость. После того, как АТФ у тебя закончился, отжиматься нон-стопом ты больше не можешь, а продолжать нужно. И поэтому ты включаешь режим робота и начинаешь отжиматься по одному повторению каждые пять секунд, отдыхая в упоре на прямых руках. И о нем я расскажу еще чуть позже. Но самое главное, что вот за эти пять секунд ты должен научиться чуть-чуть восстанавливать запас АТФ в своем организме. Соответственно, чтобы их хватало на одно дополнительное повторение. И так ты идешь до тех пор, пока вообще не сможешь стоять в упоре. Когда стоишь на прямых руках, напрягаются другие мышцы, потому что твой трицепс, твои грудные, они расслаблены. Нагрузка через них не идет. Соответственно, они могут немножечко отдохнуть. Поэтому восстанавливаешься, делаешь повторение, восстанавливаешься, делаешь повторение. И так до тех пор, как я уже сказал раньше, пока ты можешь стоять на брусьях в упоре. Стоять на брусьях в упоре. Это я, конечно, круто сказал, но... Это тот навык, которому тебе нужно учиться. И который умеют делать многие, кто действительно делает много повторений на брусьях. Саня Прохоров, Сергей Рылов, Денис Саратов, опять же, они все умеют стоять на брусьях и отдыхать в этом упоре. Суть в том, что когда ты стоишь в упоре, у тебя руки должны быть абсолютно прямые. То есть нагрузка вся должна проходить через сустав и уходить в брусья. У меня есть отдельное видео на канале про вектор силы, где я вкратце, но очень тяжелым языком, я обязательно пересниму когда-нибудь это видео, рассказываю, как это все работает, как напрягается мышца, как снять нагрузку с мышц, увеличить, используя простой школьный курс физики. Поэтому, если по какой-то причине ты прогуливаешь физику, перестань это делать и начинай учиться. Ну а упор на брусьях выглядит следующим образом. То есть вот, вот ты просто стоишь, как стоят многие, но это расходы твоей силы. И вот, когда ты стоишь, и силы не расходуются. Ты можешь даже упереться руками, упереться в широчайшие, в спину, для того, чтобы стоять было легче. Но в таком положении простоять ты сможешь намного больше. А чем дольше ты стоишь, тем больше энергии ты восполняешь в трицепсах и в грудных, то есть сможешь сделать больше повторений. Подводя резюме, если ты хочешь увеличить количество отжиманий на брусьях, тебе придется столкнуться с тремя врагами. Во-первых, это эмоции. Для того, чтобы исключить их изравнение, делай всего один подход, но выкладывайся в нем на максимум. Во-вторых, это запасы АТФ. Для того, чтобы решить эту проблему, делай как можно больше повторений нон-стопом. Кстати, чем быстрее ты будешь делать повторения, тем больше ты сможешь их сделать за время расходования АТФ. И третий, это выносливость. Для того, чтобы научиться много делать повторений, для того, чтобы научиться добивать большое количество повторений после того, как АТФ уже закончилось, тебе нужно научиться правильно стоять на брусьях в упоре, чтобы это не расходовало твоих сил. Если ты будешь следовать всем тем советам, которые я дал тебе в этом видео и потренируешься пару-тройку месяцев, я уверен, что ты сможешь значительно увеличить количество отжиманий на брусьях по сравнению с тем, сколько ты делаешь сейчас. На этом все на сегодня. Если видео тебе поможет, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, потому что впереди тебя ждет еще огромное количество полезной информации. А еще я не знаю, для каких карликов делаются вот эти брусья, но их высота заставляет меня реально скучать по старым советским высоким брусьям, где тебе не надо было постоянно подгибать ноги и как-то скручиваться, чтобы не врезаться в пол. Блин, ребята, которые строят площадки, обращаюсь ко всем просто, кто смотрит это видео. Делайте брусья сантиметров хотя бы на 10-15, повыше. Просто вот буду очень благодарен, и не только я, если прислушаетесь.